Встреча Андрея Ковалева Валёву, художественному критику, историку искусства и доценту факультета истории и искусства МГУ, который представит героя нашей сегодняшней встречи более подробно Анатолия Смоловского. Я хотел рассказать о формате, который у меня был выработан и уже отработан в прошлом году, на относительно молодых художниках. Дело в том, что мне всегда не нравился стиль встречи с художниками, когда художник выходит и рассказывает о себе, потому что в этом случае он выходит в сферы обсуждения космогонии и общего устройства мира. Я в действительности простой искусствовед, и меня интересует, собственно говоря, смысл произведений и смысл конкретных работ. Поэтому я придумал вот этот вот новый формат, где, собственно, я рассказываю о художнике в его присутствии. Ну, в том смысле, что он может меня поправить, возразить, опровергнуть навсегда, что для меня тоже интересно. Здесь также важна публичность этого, потому что вот с Анатолием мы знакомы уже очень давно. 25 лет. 25 лет. Поэтому, ну, просто так взять интервью, у него мне очень тяжело, потому что, кажется, мы все друг о друге знаем. И все вопросы и ответы уже можем просчитать. Но перед аудиторией возникает новая мера ответственности. Так что мы перед вами ответственны. Потому что есть такая, знаете, дурацкая история про то, что все рассудят потомки. Я считаю, что это совершенно ужасная история, которая, в общем, история русского искусства, в общем, все время обрушала. Потому что я утверждаю, что мы все должны решать здесь и сейчас. А потомки могут нас немножко подправить. То, где мы лупухнулись. Вот, все, мы начинаем. Есть вопросы по ведению? Как говорили на подсобраниях, у меня есть вопрос по ведению. По регламенту. По регламенту. По регламенту. По регламенту, да. Вот, значит, Анатолий Осмоловский прошел удивительную эволюцию. Он, конечно, революционер прирожденный. Но с ним все время происходила эволюция, которая каждый раз фундировалась теоретическими соображениями. Не так, как есть классические примеры Пикассо, которые вот там голубой Пикассо, кубистический, классистический, другие Пикассо. Ну, как сам Пикассо не очень парился с тем, чтобы все это объяснить. А Анатолий Осмоловский на каждом этапе своих изменений, то есть эволюций или даже мутаций, каждый раз последовательно объяснял. Ну, сначала все-таки было изменение, а потом уже происходит объяснение. То есть теоретическая рефлексия следует за движениями тела. Я хотел сказать, что вот эта рефлексия встроена в художественный проект. Я почему привел Пикассо, потому что у него не было встроено. Он просто так вот перескакивал с места на место и никому ничего толком не объяснял. А Анатолий Осмоловский всегда последовательно объясняет все свои переходы, что есть также часть художественного проекта. Итак, начнем с того, что Анатолий Осмоловский не художник, а начинал как поэт, поэт-авангардист, что тоже тому есть прецеденты в истории русского искусства, потому что вот, например, ну, скажем, эстетический оппонент Осмоловского 90-х годов Андрей Монастерский также начинал как художник. Как поэт. Как поэт. А и наоборот, есть промежуточный вариант Дмитрия Александровича Придов, который по специальности скульптор, но в действительности в русской культуре прославился больше как поэт. То есть вот это вот перетекание между поэтом и художником в русской культуре второй половины XX века все время наблюдается. И я думаю, что дело здесь заключается в том, что русская литература в какой-то момент почувствовала свою несамодостаточность. Какое-то вот бывает такое. И поэтому поэты начали переходить в художников, то есть в мастеров визуального искусства. Ну, то есть художники – это не те, кто картинки рисует, хотя и картинок потом нарисовали. Вот, значит, проект. Анатолия Осмоловского начинался с того, с крайне оригинальной штуке, что он как бы отказался от индивидуального высказывания. И, собственно, его проект какое-то время было создание художественных групп. Вот это одна из первых художественных групп. Как они называются? Это группа Эти, экспроприация территории искусства. Эти пишутся с точками. Э, Э, точка, Т. Да. Вот. И проектом было, собственно говоря, внедрение, даже, сказать, интервенции. Публичное пространство. Не в публичное пространство, а в пространство интеллигентских мечтаний. Вот, потому что, ну, куда вы ворвались? Вот, что это был за фестиваль? Ну, это был фестиваль, назывался «Взрыв новой волны». Нет, куда вы въехали? Центральный дом медика. А там что происходило? Что там происходило? Не знаю, что там происходило. Там происходил вот фестиваль французского авангардного кино. Да это мы сами устроили. Мы сами устроили этот фестиваль авангардного кино. Мы пришли во французское посольство и взяли все фильмы. То есть вы их надурили? А также надурили бедную Ирину Кулик, франкофонку, которая с дуру туда поперлась смотреть Гадара. Ну, мы его показывали все-таки, этого Гадара. Мы его показывали. Бедная, бедная Ирина Кулик. Франкофонка до... Мы его показывали просто одновременно с показом фильмов. Мы устраивали всякие реформансы. А Ирин Кулик хотел бы смотреть Гадара. Ну, на самом деле... И попало, и попало в полный разгул. Вот здесь написано, что там происходило. Это последний фильм был, Луи Маля уже. Это был фильм Луи Маля? Гадары французских авангардистов. Да. Да. Французскую новую волну. Зато мы были единственные, кто собрал всех нововолнистов. Никогда такой... Не был подробный список всех нововолнистов. Там был Онец Варда, там был Шаброль, там был Луи Маль. И даже Крис Маркер. К тому времени малоизвестный здесь в России режиссер. Значит, этот стиль называется не в общественное пространство, а интервенция в, собственно говоря, в Ирину Кулик. Эстетку из... И тогда я немножко повернула. То есть она вот так смотрела и читала. Вот. А то, что происходило, вы видите. Нет, происходило следующее. Вот, например, каждый перформанс, один последний был перформанс. Значит, дело в том, что на киноэкране происходила определенная сцена, такая драка в духе Чаплина в конце фильма Луи Мали. И мы эту сцену просто как бы буквально воспроизвели на сцене перед залом, перед экраном. То есть, например, в кадре там был медведь, мы, соответственно, медведя арендовали. Ну и так далее. То есть там как бы по всем ингредиентам... Но все огломилось, потому что медведь оказался настолько ручной, что он пошел к... Нет, дело в том, что там был белый медведь, а у нас был бурый, потому что белого не найти. А бурый пошел подлизываться к зрителям и украшивать конфетку. Сейчас бы я не пустил бы в зал бурого медведя. Тогда он сам побежал, надо сказать, в зал медведь. И все его, в общем, довольно как бы радостно лапали, дергали за штуку. Побежали дальше. У нас большой этот самый. А потом произошло, значит, по рассказам Толи, что вот эти вот интервенции в... Ну, такие регламентированные пространства... Так, в чем вы здесь 18 лет? Иначе меня сейчас посадят. Нет, не посадят, потому что здесь... А там есть это слово. Не целиком. Нет, вот здесь есть целиком. Где целиком? Не целиком. Где ракурс? Не целиком. А, подпись, да, это правда. Все. Все. Ладно, все. Значит, сухарики... Представьте Ковалеву. Значит, как бы вот эта вот возможность, потому что нужно понимать саму социальную ситуацию, поздние перестройки, когда идеологическое начальство еще ничего, уже ничего не запрещало, а деньги на культуру выделялись в полностью мире. То есть, вот любой вот с улицы поэт, вот сейчас вы видите, такой вот романтический поэт приходит, и ему дают зал для выступлений. А в 91-м году все сказали, давай-ка предоплату, там, и все такое. Ну, был кратчайший такой промежуток года в три, когда вот советская система обеспечения работала, а идеологическое начальство уже наплевало на это дело совершенно. Вот как раз эта акция, она была посвящена тому, что мы до этого делали фестивали в различных домах культуры, вот то, что вы видели в доме медика, были там еще у нас фестивали в альмаматор кафе МГУ, до этого был в гостинице «Юность», были фестивали. А вот, собственно, с 91-го года это было запрещено все. То есть, не запрещено, а надо было пройти стоплоцентную предоплату. А это огромные деньги, потому что на каждом таком фестивале мы зарабатывали в районе 10-12 тысяч рублей. Это огромные деньги. И, соответственно, заплатить 12 тысяч рублей, то есть 12 тысяч рублей, это чисто наша прибыль была. И поэтому они вышли на Красную площадь. Да, и поэтому это был, в принципе, такой... Бесплатно. На халяву. Абсолютно. На халяву. Чисто на халяву. Да, это был протест. Ну, объяснение этой акции здесь написано. Значит, и тут началась новая история. С этого момента начинается история искусства 20-х годов, то есть 90-х годов, которая прежде всего направлена на масс-медиа. Если до этого искусство пряталось вот там в дальних углах, в конце концов, в каких-то не очень модных залах, вроде Дома медиков, то здесь искусство вышло и стало работать прямо с масс-медиа. Это раз, а во-вторых, Анатолий Осмоловский открыл новый стиль работы, потому что если до этого искусство было на крайности эзотерично и эгалитарно, и происходило в действительности в очень узком кругу, то здесь Осмоловский, обнаружив, что нельзя осуществить эту акцию, кто-то не пришел, просто пошел на Кропу и позвал каких-то анархистов. Ну, хиппи это были в основном и панки. Да, вот какие-то хиппи и панки, и которые дошли, он им объяснил, нарисовал на картиночке, и все. Ну, то есть он пальцами объяснил. Вот здесь вот в правом верхнем углу, кажется, это позднейшее уже объяснение. Нет, это правда, вот так все было. Билена Орлова и Саша Обухов принимали участие. Да, да, да. Вот, кстати, у нее сейчас здесь отсутствует, как называется, куратор архивного отдела. Да, а Билена Орлова сейчас главный редактор этого, ньюспеппер, арт-ньюспеппер. Да, а вот Александр Евгеньевич Новобухов, куратор архивного отдела гаража. Вот эти вот буковки, это, там они присутствуют. Значит, ну, и дальше, собственно говоря, в этот перформанс начали включаться посторонние силы. То есть правоохранительные органы, которым долго дурили мозги, что они делают абстрактные картины. Ну, недолго это было. Ну, недолго, но недолго. Мы сказали, что мы выкладывали геометрические фигуры, когда нас взяли на месте. Но следующим агентом, который был привлечен к созданию произведения искусства, оказалась газета «Московский комсомолец». Да, да, обязательно. А в которую с помощью одного из членов группы Георгия Гусарова была внедрена вот эта фотография и вот этот вот текст. Заголовок, конечно, был придуман внешне, но для этого пришлось, в самом деле, я так понимаю, произвести большие усилия. Да, он там сидел сутки. Потому что это была глубоко принципиальная вещь, потому что такую же штуку сделали в 73-м году группа «Мухомор», но она происходила в Кусковском парке. Ее никто не видел, кроме… Она была направлена, собственно говоря, на НЛО. НЛО должно было увидеть послание, а это было направлено, собственно говоря, впрямую. Смотрите, акция называлась «Эти текст». Вы видите два текста? Вот один текст, а за ним второй. Непонятно? Нет, дело в том, что… На мавзолее написано «Ленин», а на земле написано «Ленин», а на земле написано «Ленин». Нет, дело в том, что я был последний, кто общался с КГБ, потому что она потом переименована в другую организацию, и сначала даже не ФСБ называлась. И они меня, собственно, спрашивали, хотел ли я связать это с Лениным. Я сказал, что если бы по совету Вознесенского поэта, я сказал, что если бы я хотел связать, я бы тире поставил. А тире я не поставил. А тире я не поставил. Ну, в общем, видите, вот там написано «Ленин», а вот здесь, ну, а вот это вот здесь, внизу вот эта компания, которая собралась, их, конечно, оказалось гораздо больше. Ну, то есть, когда их помели, их оказалось гораздо больше. Значит, а дальше начало происходить удивительные истории. В этой стране начали происходить 90-е годы, бурные. У нас они почему-то сказались сначала как-то очень бурно, потому что появились удивительные люди, вроде Владимира Авчаренко, который в тот момент работал с каким-то супрезидентом какого-то банка. Я уже забыл какого. И на общем фоне оперировал немыслимыми деньгами и открыл галерею Режина, куда пригласил художника Олега Кулика, который еще не был тем ужасным собаком, а всего лишь выступал в роли куратора. А Кулика и Обчаренко пригласил группу Эйти, совместив ее с художником Константином Звездочетовым, тоже в свое время большим радикалом. Вот. Это пародия на «Живую цепь у Белого дома». Значит, когда был в 91-м году путь, люди удержались все руками вот так вот. Можно я уточню даты. Значит, ничего не произошло после акции Эти Текст, потому что никто не мог, неожиданно случилось так, что никто не мог понять, что происходит, потому что через три месяца случился… Нет, во-первых, уголовное дело было возбуждено. Оно возбуждено, извините. Да. Какие порожки? Да. Уголовное дело возбуждено. 205-я статья «Особо хулиганство, произведенное с особым цинизмом и необычайной дерзостью». Да. Так это формулировалось в Советском уголовном кодексе. А потом неожиданно советская власть упала. Да. За три дня до того, как она упала, дело было закрыто за отсутствием состава преступления. И тут появились новые силы. И вот позвали… А потому что, в самом деле, я вам скажу, что психологически издеваться над цепью перед Белым домом было политически малокорректно. Но вот эти вот… Да. Мы – это породия как бы на эту цепь, живую цепь у Белого дома, где люди держались за руки, а мы засунули руки в шеринги друг к другу. Ну, как бы такая вот шутка, собственно, черного юмора в основном. Ну, в общем-то, я вам скажу, что это было глубоко политически некорректно, потому что демократическая общественность так… Демократическая общественность, да, не очень нас понимала. Ну, самое главное, что здесь возник новый и совершенно европейский способ коммуникации, когда неожиданно большие деньги начали как-то не то что поддерживать, а дружить с крайними радикалами. Что, в самом деле, на Западе все время происходит. Если думать, что большое искусство все время происходит из… Большое искусство все время антиобщественное. Но оно почему-то все время поддерживается какими-то большими деньгами. Деньги, конечно, были временные, но на какой-то прекрасный промежуток времени хватило. Вот. Значит, и тут Анатолий Осмоловский начал впервые, кажется, выступать в качестве индивидуального художника. Не в качестве организатора групповых проектов. Да, я вот здесь что хотел сказать. Вот, простите, эту фразу, которая свидетельствует о том, что Анатолий Осмоловский создавал, ну, как бы вот не создавал, а инициировал группы, как художественный проект. И в этот художественный проект могли также проходящие мимо, ну, Милена Орлова и Александра Обухова пришли просто понаблюдать. И как бы вот оказать... Да, абсолютно. А, ну, если не хватило одной галочки в известном слове, то наши коллеги послушно... Да, это не были группы, типа, вот если мы вспомним сейчас работающую группу АС плюс Ф, да, там как бы количество людей четко определено, и люди, ну, как бы, которые входят в эту группу, значит, между собой находятся в дружеских и партнерских отношениях. У нас не было такого формального четкого распределения, кто находится в группе. Это, собственно, были даже не группы, а скорее движения. То есть, если ты хочешь, ты можешь в этом принять участие совершенно спокойно, и как бы не было никакого формального членства. А, ну, дальше, вот как раз в 92-м, кажется, говорят. То есть, это первая твоя индивидуальная работа, такая большая? Ну, да. Вот. Анатолий Осмоловский выделяется. Не танцеваешься, а выделяется. А из, вот, групповодства, или как вот... Слово плохое, надо придумать другое. Ну, просто группа стала загневать, и, в принципе, со средствами массовой информации, если вначале было довольно много усилий потрачено на то, чтобы в средствах массовой информации такое представление этих акций было опубликовано, да, а это было, в принципе, непонятно, что это такое вообще по жанру. Нет, дело в том, что еще и не было средств массовой информации. Ну, да, независимых, да. Нет, они только что еще ожидались. Да-да. И я вам утверждаю, что я попал в первое средство массовой информации, независимую газету интеллектуальную. Сегодня была первая. Нет, независимая газета была первой. Потом мы все... Другим средством массовой информации была газета «Московский» и «Комсомолец». И третьим совсем желтая «Мегаполиск экспресс». И каждая из них в действительности была интеллектуальным проектом. Это долго рассказывать, но там работали люди весьма и весьма понимающие, и которые эту попсу и желтуху создавали... Коммерсант еще-то забыл. Коммерсант долго мучился до 92-го года, пока туда Катю Дегут не позвали. Потому что они все это... А как раз сначала вот настоящее прошло через желтуху. Ну, то есть там работал Дудинский. Он, конечно, на полную голову... Или Марина Апсова. Вполне знающие люди. Сейчас таких уже... Вот. А потом это начало схлопываться, и Росновский сдвинулся обратно. То есть сдвинулся в индивидуального художника. И создал свой первый и очень впечатляющий инсталляционный проект. Проект Performance. Потому что... Ну, вот здесь все написано. Вот там гуляли леопарды. Ну, здесь самое главное. Перемещение зрителя. В клетке оказались не животные, а зрители. Вот там, смотрите, они свободно гуляют. По галерее. А зрители заперты в какую-то крайне неудобную, дискомфортную ситуацию. Правда, это, в самом деле, конечно, не леопарды. Нет, это гепарды. Это гепарды. Нет, это я так... Ну, леопардов просто невозможно достать. Это очень страшные хищники, совершенно неприручаемые. И их надо было усыплять, чтобы перевести из одного места в другое. То есть усыпить, а потом они должны были проснуться и так далее. Но это очень дорого стоило. Так вот, смотрите. Что здесь самое главное было? Здесь появилась выраженная идеологическая программа. Вот сверху висели нечто похожее на произведения раннего модернизма. Ну, какие-то вот такие вот красный прямоугольник. Да, но это все в размер льва реального, тигра и пантеры. Как бы это все реально в размер... Ну, вот здесь написано, да. А, там написано. С таким приколом, таким вот, как бы, вот, концептуалистским посчитать... С одной стороны, глазами мы видим что-то вроде Родченко или чего-то там еще, или минимализма. А в действительности это все каким-то образом просчитано каким-то вот... Хотя, в общем, пропорции... Ну, в общем, мы художникам верим, что именно такие пропорции... Нет, все правда абсолютно это точно просчитано. Только это без хвоста, по-моему. По-моему, без хвоста, я считал. А для основы, для этой инсталляции была взята известная кельтская притча, которая звучит так. Леопарды врываются в храм, разбивают и опустошают священные сосуды. Это повторяется снова и снова. В конце концов, их появление вычисляют, и они становятся частью ритуала. Вот эта вот притча, вот эта вот как бы некая история, она очень сильно в то время был популярен философ Деррида. Сейчас он уже менее популярен. Вот Деррида, в частности, эту притчу приводил в своих философских размышлениях и как бы объяснял этой притчей, собственно говоря, возгновение искусства постмодернизма. Что постмодернистское искусство, это вот такое искусство, которое, собственно, стало частью ритуала. Да, я вот здесь хотел обратить внимание на интересные обстоятельства формообразования. Вот мы видим весьма сильную визуальную вещь, но под нее подложен Деррида. То есть мы видим, действительно, и я вам сообщаю, что такое впечатление переживания от перфоманса было очень сильное. Но туда заложен Деррида. Ну да. То есть без Дерриды, без Дерриды. Я вдохновлялся, да, безусловно, вот этой вот притчей, которую прочитал в пересказе о Дерриде, потому что само Деррида не переводилось. Да. Но были советские пересказы Деррида. Нет, 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 этого ничего не было. Это был 94-й уже год. Да, с 94-го там все началось. Это 94-й, 95-й. Барт у нас был издан, довольно много Бартера, ладно. А Деррида получался из реферативных сборников «Анион», что в самом деле был Каута. Да, вот сборники правильно издавались его статьи. Потому что капитализм и жезаприния в Рыфееве оказалось жутко занудливым чтением. Я не согласен. А сто страничек, которые вытянули умники из «Аниона». Да, абсолютно, согласен. То есть я, когда получил ее по-английски, бился месяц, чтобы пробиться. Ну, там есть зато такие яркие фразы. Например, заводы – это тюрьмы. Они не похожи на тюрьмы, они являются ими. А нас снабжали умники из «Аниона», которые делали такую выжимку на сто страничек. Просто, ну, пойдем дальше. Нет, я просто хотел в данном случае указать, что в процесс форма образования в данном случае начал входить также вот и философские аллюзии, которые действительно, к чему как бы и в русском искусстве есть определенная традиция, потому что и у концептуалистов как бы то же самое происходило. как бы вот визуальное произведение и текст. Но в данном случае это начало как бы распадаться еще на... Если вы не знаете, кто такой Деррида, если вы пришли из московского комсомольца, то вам есть о чем сказать. Вы видите хорошее, яркое зрелище. А если пришли из независимой газеты, то расскажете и про Дерриду, читателю независимой газеты. То есть вот здесь начали осмоловский, как многие, несколько его товарищей, начали манипулировать многоярусным общественным сознанием, где есть вот читатели московского комсомольца, а есть были вот читатели там газеты сегодня и независимой газеты. Пойдемте дальше. Это следующая совсем индивидуальная и простая акция. Осмоловского... Вот здесь все написано. Я не буду объяснять, скажу как бы про экономику 90-х. Вот можно было потратить большие деньги в галерее Реджина, ну там с леопардами, клетками и прочим. Да нет, на самом деле это не были большие деньги. Я поехал лично в Курский цирк и уговаривал, собственно говоря, дрессировщицу, чтобы она приняла в этом участие. Да. Объясняя ей, что это будет показано по телевизору, и она получит рекламу. В силу того, что вообще там в России все встало, ничего не действовало, никакие заводы не работали, никакие цирки не работали, ничего, вот, то она, в общем, согласилась за достаточно приемлемые деньги ну в этом деле принять участие. Нет, я вот специально выставил описание акций, чтобы их не описывать. Кстати, вот эти леопарды, эти гепарды, да, они геи. Дело в том, что это три мужчины, но так как они живут уже 15 лет в цирке, то они стали эго-мускусалистами. Вот это круто. Это круче, чем Деррида. Ну, вот если в прошлом случае была сложная такая концепция с гепардами, с всякими аллюзиями и ссылками, то здесь, вообще говоря, ничего объяснять не нужно. Осмоловский просто позвал, попросил знаменитых в тот момент художников, попросил орать, сфотографировал и записал их на пленку. И художники орали. Размер паспарту зависел от того, насколько сильно человек крикнул, который я определил по децибелам. То есть, вот, например, это Авдей Тироганьян, вот сейчас мы здесь видим его рот, вот он крикнул слабо, поэтому у него раскрыл только рот. Как бы, чем сильнее человек крикнул, тем больше открывалось его лицо. Вот. Ну, опять-таки, такая вот, ну, скажем так, концептуалистская бюрократия. Ну да, в принципе. Но эта работа была впервые показана на Западе. В 92-м, по-моему, году я поехал на выставку «Мальтеплящий культур». Многообразные культуры. В 92-м году это, по-моему, было. Вот. И там этот проект был показан. Вот. Ну, вот это одна из самых знаменитых, самых красивых, с точки зрения концепции и формального воплощения чистых акций Осмоловского. Маяковский-Осмоловский. Вот там написано долгое название. Значит, происходило это вот так вот. Это происходило во время русско-голландского фестиваля «Дача-обмен». И величайший менеджер всех времен народов Ольга Лопухова убедила московское руководство, что на разрешение сейчас... Нет, нет, нет. Ничего не было такого. Это все было сделано явочным порядком. Мы просто приехали с машиной, стоял рядом мент, мы подошли к менту и сказали, что здесь будет сейчас происходить голландский-российский фестиваль. И он дал разрешение. Да. Ну, то есть, времена совершенно безумные. То есть, сейчас представить что-либо подобное абсолютно... Ну, вот, значит, приехал вот этот вот самый Коран и водрузил Анатолия на плечо. В общем, видно, что, парень, это страшно. Потому что плечо-то скользкое. Проблема там просто заключалась в том, что я думал, что я рукой ухвачу за ухо Маяковского, а оказалось, что у него такая гигантская голова, что моя рука просто не может даже обнять эту голову и ухватиться. Ну, да, и в конце концов я стал сползать. Ну, слава богу, он не исполнился. Ну, в общем, для русского искусства все кончилось благополучно. Анатолий Асмоловский не сверзался, не переломал себя. Вот. Ну, как вы видите, здесь опять разгадка однозначная. Ну, кто такой Маяковский? Это великий поэт-футурист, который перешел в звание великого прославителя социалистического общества. Анатолий Асмоловский новый львак. И, соответственно, вот именно как великому прославителю социализма и был поставлен, как там Сталин-то называл? Как-то... Маяковского, как Сталина? Я не помню. Был какой-то... Сталин про него сказал какое-то слово. Это лучший, по-моему, советский поэт в наше время. Что-то он такое, да. Да, Сталин про него что-то такое сказал. И памятник был поставлен не вот этому вот футуристу в желтой кофте, а вот вот этому вот лучшему поэту советской эпохи. Такой... Видно, что я же ведь не футурист. А тут вылез как бы такой вот незаконный наследник того футуриста. Такой вот как бы вот бастард. Видно, что бастард, да. Вот там стоит такой памятник, а вот здесь какой-то сидит незаконный наследник. Явно как-то так и курит буржуйскую сигару. Ну, как бы Маяковский тоже курил сигары. Это, в принципе, такая... Нет, когда он даже стал лучшим поэтом советской эпохи. А вот когда он ходил в желтой кофте и в драных штанах, он не курил. Курил, курил, курил. Потому что фотографии есть. А-а-а, ему ему бурлюк давал. Да. Да, бурлюк давал фотографии. Вот, но все равно. То есть в данном случае к этому памятнику Осмоловский такой бастард. Такой вот как бы левый наследник. Не по прямой. И как бы так пытается там заграбаздиться, но сидит неудобно. Авангард получается... Вот, значит, следующая группа. Авангард получается... Извините, не договорил фразу. Авангард получается какой-то вот... Значит, следующая группа, которую организовал Осмоловский, это была группа Радек. А, нет, называлась группа Ницезиудик. Ницезиудик, да. Да. Которая издавала журнал Радек. Да. В переводе с искусственного языка Валапюк это слово лишний. Вот. Первый искусственный язык, который вообще создан был в истории человечества, назывался Валапюк. Создал его профессор Шлейм... Шлеер, по-моему, в 1886 году. И этот язык, он, в общем, очень странный, потому что сам по себе этот профессор, он венгер. И, а если кто знает, венгерский язык, он совершенно... он из другой семьи языков, и он совершенно нечитабельный, хотя там есть латинские... Он, собственно, из латинских букв, но прочесть его очень сложно, потому что там огромное количество согласных, которые соединяются в совершенно неведомые европейскому слуху, и, вернее, глазу... Звукосочетания. Да, звукосочетания. Да, звукосочетания. Вот, и поэтому вот этот профессор, он венгер, и он придумал язык искусственный на основе венгерского и немецкого. И поэтому там огромное количество разных странных слов, безумных таких, фактически, как вот поэзия такая крученых, да, и всех футуристов. Ну и вот, собственно, из этого лишнего языка мы взяли слово лишний, который звучит как «Ницезиудик», вот «Суумляутом». Так называли группу. Ну, а смысл акции здесь объяснен в тексте. Ну, смысл акции очень ясно, просто повторение фактуры сгоревшего Белого дома. Одним из вариантов был «белый верх, черный низ». Да, был такой вариант. Черный верх, белый низ. Ой, извините, да-да-да. Белый верх, черный низ. Черный верх, белый низ. Да, но вот как раз Бренер настоял на том, что мы должны снять штаны и таким образом, собственно говоря, скорее продемонстрировать, что это позор. А позор, это, в принципе, еще в древнерусском языке, это, собственно говоря, вот этот детородный орган называется позор. Нет, нет, нет. Вообще говоря, по-сербски позор это типа зрелище. Позорище это зрелище. Ну, в Чехии вообще внимание, позор. Да. Вот, но позор еще подразумевается, что позор это как бы когда ты штаны снимаешь, позор. Ну, здесь очень важно отметить то, что здесь вот эта группа внедрилась в болезненное место, как бы вот расстрел Белого дома. Ну, в общем, такое травматическое место. Ну, да, но мы быстро это сделали, нас не успели даже задержать, хотя там было громадное количество ментов. В общественное сознание травматическое место. В общем, конечно, расстрел парламента, хотя и победа над силами зла, в общем, которое в тот момент в прессе воспринималось ну, как полярно или как крайне позитивное явление, или как крайне негативное, в данном случае была подвергнута такому языческому осмеянию. Ну, да. сама вот эта вот ситуация, между черным и белым, была подвергнута такому вот, а в тот момент, я вас уверяю, это воспринималось только как черные или белые. И, соответственно, вот этой вот обложкой морально-нравственный ущерб был нанесен и тем и другим, и третьим. мы просто поименовали явление, потому что, на самом деле, это был позор, действительно, когда построили парламент, по-моему, это позор. В любом случае. Пойдемте дальше. Вот. И, наконец, вот самая знаменитая открытая акция, которую произвел Анатолия Осмоловский. Константин Звездачетов не участвовал в этом. Кто? Константин Звездачетов не участвовал в этом. Анатолий Осмоловский, Тараганян, Кирилл Преображенский и кто еще? Дмитрий Пименов. Толик, это у тебя сказано на сайте. Да. Проверь. Ну, в данном случае это типичная штука, потому что ну, вот когда так много организаторов и участников все время у нас происходит путаница. Толик, я это точно срисовал с твоего сайта. Посмотри внимательно. Не знаю, уж Звездачетов-то точно в этом никакого участия не принимал. Он даже, по-моему, как художник не выставлял свои работы. Ну, ладно, я посмотрю, конечно. Посмотри, посмотри. Что-то там проскочило. Я призываю... Дело в том, что вот есть художники, у которых ничего не допустишься, а сайт Анатолия Осмоловки студио, там все, то, что я вам не досказал, вы спокойны, я не все досказал. Это, собственно говоря, такие вот краткие выдержки, эссенции. То есть Анатолий Осмоловки натворил такого, столько еще, что, в общем... Ну, это вот, акция, она была посвящена сколько там лет революции, это 68-го, 30 лет, да, по-моему? 30-летие. Все написано. А, все написано, да? Да. 30 лет студенческой революции, 68-го года, но тоже в таком, как бы, уже, ну, в таком, ну, скажем, ну, комическом варианте. Если студенты 68-го года действительно рвались биться с Ашанами, вот, то здесь никто особо не рвался. Но зато, значит, была построена баррикада из картин и какого-то вот такого художественного мусора. Не, мы заготовили большое количество коробок перевязанных, расписанных. Перевязанных. Это инсталляция. Вот, для того, чтобы быстро захватить какое-то пространство, а уже потом подносить что-то типа, там, железяк всяких, там, и так далее. Вот, мы думали, что нас очень быстро свинтят, но оказалось, что к нам милиция ехала, по-моему, два часа. То есть, мы перекрыли реально улицу вот эту большую Никитскую, к нам ехала милиция два часа. Потом, когда приехала... Это была суббота или воскресенье, и как-то они оказались совершенно не готовы ни к чему такому. Потом приехало 250 ОМОНовцев, в конце концов. Ну, сначала, вот видите, прибежали местные постовые, которые не понимали, что делать. И тут в качестве движущей силы выступила пресса. вот это вот Милена вот эта вот женщина с сумочкой Милена Вячеславовна Орлова, которая прессует постового. постового. Да, как только пресса ушла, мы там два часа приблизительно, вернее, не два, даже три часа находились. Как только пресса ушла, нас сразу всех повинтили. Нет, и я там был, и я там был. До того момента, пока пресса была, никого не трогали. Я там был, и мед я пил, и стоял на этой переказе, размахивая моим, моей ксивой. Ну, соответственно, вот здесь я хотел сказать, что это... 400 рублей штрафа нам присудили. Да. Фантастические деньги. Потому что, опять, в тот самый момент, власть так же не понимала, что делать с вами. Потом были какие-то еще суды, но такие... А, за неуборку мусора. Нет, ну, и за это присудили 400 рублей штрафа. Вот. А почему власти были в некотором недоумении? Потому что все лозунги у нас были на французском языке. То есть, не на русском языке, а на французском, те, которые были в время революции 68-го года. Ну, типа запрещено. Запрещать, там, ну и прочее. Да. Вся свобода воображения. Да. А еще в этот момент приехали к Авдею Турганя научиться французские студенты. Которые написали, собственно. Которые, собственно, это все написали. И мы еще давали мегафон, чтобы они по-французски орали, собственно говоря. И менты, они просто не понимали, что это такое. Какие-то иностранцы приехали, устраивают, значит, здесь демонстрацию. И поэтому не жестко прессовали. Хотя, в общем, в то время было совершенно вегетарианское время, конечно. Нет, ну, просто вот, ну вот, смотрите, узники совести их везут. Время настолько вегетарианское, что их отпустили, в общем. Нет, нас на три дня посадили в эту, не в Тюрягу, а в эту, как называется, предварительно. Три дня мы сидели до суда. Ну, как говорил Владимир Владимирович Ленин, настоящий революционер, то есть, вы стали настоящими революционерами. А, значит, и дальше образовалась новая группа, внеправительственная контрольная комиссия, которая начала продвигать уже конкретные политические цели. Если баррикада была абсолютно абсурдистской, что и поставило, вообще говоря, власть в полное недоумение, которые не были готовы к такому вот веселому абсурду, то здесь художники включились в группу художников, то есть, художественную группу, художественный проект включился в политическую деятельность, потому потому что в избирательных списках в тот момент был удивительный пункт против всех. Говорят, его сейчас хотят опять ввести. Которые я лично не в хозяине в какие художные группировки все время использовал. Самым честнейшим образом я ходил на все выборы. Да, и по закону того времени если бы против всех набрало больше процентов, чем все другие партии, то выборы признавались недействительными и в новых выборах не имела права принимать участие никакая партия из тех, которые принимали в первых. Поэтому потенциально была возможность грохнуть всю политическую систему российскую. В некоторых районах собственно России, например, в Екатеринбурге против всех иногда даже побеждала. И действительно там было 48 процентов. Ну то есть она занимала первое место. Особенно вот в таких наиболее мафиозных регионах, как в Екатеринбург. На Дальнем Востоке тоже против всех. Но у меня не нашлось денег, потому что нужно было конечно ездить по всем регионам и собирать людей, которые голосуют против всех. Для этого нужны были деньги. Денег как бы не нашлось, и поэтому мы действовали только в Москве. Ну там изготовлялись какие-либо стикеры, там вот нормальная такая как называется продукция политтехнологов. Ну в таком совершенно незначительном варианте и главным событием была вот эта вот короткая акция. ну вот ребята бежали растянули вместо Ленина лозунг против всех. мы просто быстро попали под клопак Федеральной службы безопасности. Вот и началось как бы серьезное давление на нас, потому что выяснилось, что ну как бы какие-то молодые люди участвуют в выборах, да, то есть вообще непонятно кто. Вот сначала нас боялись прессовать, потому что не знали, кто мы такие. Думали, что кто-то значит нами связан А потом когда обнаружили, что просто отморозки, да, да, просто какие-то молодые люди стали просто очень жестко прессовывать. с морозу. Ну естественно, что художник ну в действительности художник попадающий в разряд политического активиста он не готов к этому, потому что он готов как бы вот как говорил Рон Барт анализировать языки общества, а получать вот КГБ по башке не готов. То есть может какой-то другой своей ипостаси готов, а вот перейти, перейти грань. Нет, на самом деле не было проблемы того боялся я или не боялся. А как бы оставить свое место. Просто был выбор. Место художника. Был просто поставлен выбор чем я занимаюсь искусством или политикой. Да. Потому что политикой занимаются по-другому. Да, и нужно искать более эффективный способ. то есть в действительности вот чем собственно говоря занимается искусство в 20 веке и в следующих веках ищет грань. И вот Осмоловский с компанией действительно дошел до этой грани, где кончается искусство и начинается политический активизм. и ушел обратно. Не стал политическим активистом. Да, абсолютно. Мне просто это не интересно. Не стал политическим активистом, а остался художником. Вот. и объявил о начале нонспектакулярного искусства. Это еще один очень резкий поворот. потому что Анатолий Осмоловский обнаружил, что вообще говоря, художник-акционист, которому кажется, что он манипулирует масс-медиа, в действительности является клоуном для этих масс-медиа. и работает на них. Типа, а давай-ка отчебуч еще что-нибудь такого вот. То есть в действительности что совершенно правильно художник обнаружил, что он попадает. То есть сначала-то казалось, что он манипулирует. Ну, я бы так сказал, что когда возникают средства масс-информации, вот они еще не сложились в некую серьезную такую корпорацию, тогда еще есть какие-то определенные возможности куда-то двинуть туда-сюда и не быть манипулированным. Но это довольно быстро проходит. Буквально 2-3 года и все уже становится схвачено. И собственно говоря, этот период уже нулевых годов начался с того, что я объявил программу нон-спектакулярного искусства, а именно искусство, которое вообще избегает средств масс-информации и в общем-то существует в каком-то своем автономном мире. Вот самая красивая штука из нон-спектакулярного искусства, ну, то есть вещь, которую собственно говоря нельзя заметить пока не ее не споткнешься и не обнаружишь странно, что никто не споткнулся. Ну, ее выбросили на следующий день рабочие. Они сказали, что какой-то хулиган придумал значит такую штуку. Понимаешь, мог Епихин споткнуться, Ковалев наступить. Ну, правильно, но день она стояла. День она стояла, один день. Вот, мог Ковалев случайно наступить, Епихин споткнуться. То есть она не была, как вы видите, вот здесь все понятно, да, что была сделана специальная. Ну, то есть эта штука была так ловко запрятана и в том числе и от масс-медиа. Но, с другой стороны, масс-медиа также было что сказать. Ну, уже только вот как бы в таком только интеллектуальном которые тогда еще оставались сейчас и уже нет. Было чего обсудить и пошутить. Все отлично отшутились. Хотя Толик обиделся, но... я не обиделся. А что такое? Я как-то говорил, что никто не замечает. А вот это лучшее произведение. Да? Тебе больше это нравится? Ну, не лучшее, а самое такое яркое. Потому что заметить его было нельзя. Но это мало кто понимает, на самом деле. Значит, дело в том, что это из жвачки слепленный знак ротором и фракцион. Ротором и фракцион это террористическая организация, которая в 70-е годы устраивала различные акции и террористические, так сказать... Акции против фашистов. Против бывших нацистов. Нет, против бывших нацистов, которые перешли в правление ФРГ. Многие стали и политиками тоже. Вот. И у нее знак это красная звезда и в этой красной звезде знак автомата. Ну вот, собственно говоря, эта жвачка как бы из двух жвачек сделана. Как будто бы это вот случайно так прилепили. Ну вот, как вот обычно прилепляют жвачки. Но я этой вещи не видел. Ну, знаешь, она такая маленькая там с гигантской. Центральный дом художника огромный. Я вам сообщаю, что это было настолько нас пикулярное искусство, что я ее точно не видел. живую. Поскольку неких сообщений о том, где ее искать, мне почему-то не поступило. То есть, вот это я вижу только в этом самом. То есть, вот такого рода было спектакулярное искусство, что, в общем, даже оно невидимое. Вот об этом можно было споткнуться. Вот, а это вот, ну, произведение искусства, сделанное из пыли. Вот там такие, видите, философские фразы. Ну, там было несколько вариантов. Одно в каком-то французском проекте, там фразы по-французски. И по-французски, это по-бельгийски, и вот эту работу ее купил музей голландского искусства современного Муха. Да, да, да. Антвеппера, Город Антвеппера. Расскажите смешную историю. Ну, они просто купили право напылять на свои стены определенное количество высказываний, которые все, собственно, в сертификате перечислены, и там еще описана как бы технология, как это надо делать. Потому что пылью, как бы, ну, как бы там технология есть, как напылять пылью на стены. Ну, вот, а там такие вот произнесли что-нибудь по-русски. А, подлинная свобода в жесточайшей логике развития, все остальное произвол. Ну, например. Ну, и вот, в общем, главное, чтобы тоже никто не заметил и так вот как будто они возникли случайно. Да, вот эта вот фотография, она уже не из пыли. Дело в том, что это в Третьяковской галерее, и мне вместо пыли подсунули эту, как она называется, агарок после колонки, вот когда колонка газовая горит, и у нее там, так сказать, скапливается какое-то количество агарка. и вот, собственно говоря, мне дали такую очень яркую пыль, ну, как бы яркую черную, фактически черный пигмент, поэтому такая очень проявленная. А на самом деле, если по-настоящему пыль использовать из пылесоса, то вот такого вот совсем почти незаметного характера появляются буквы. Вот, а потом произошел следующий перелог. Период нонспектакулярного искусства резко закончился, и Осмоловский стал производить крайне спектакулярные объекты, то есть очень видимые, объемные, и под это тоже был подложен теоретический базис, очень резкий перелог. То есть вот до примерно третьего или второго года Осмоловский производил вот такие вот пыльные объекты, ну, я бы сказал, фактически невидимые, а потом перешел к производству объектов видимых, осязаемых, вполне себе. Ну, потому что возник в России возникла, во-первых, новая система галерей, и возник художественный рынок, и было интересно с ним, собственно говоря, экспериментировать с этим рынком, собственно говоря, заниматься выяснением того, как он функционирует, и так далее, и так далее. Ну, то есть в действительности это тоже эксперимент, потому что в качестве вот этот большой красивый объект. вот такой вот ну, вот такого поменьше, вот этот конкретно вот такой. Вот такого вот. Такая, как бы, вполне себе скульптура, стоящая на постаменте. В действительности является дуренькой, поскольку воспроизводит внутренность грецкого ореха. Не внутренность, а внешнюю, наоборот. Скролупу угрецкого ореха. Да, Скролупу. Это из дерева, но покрыто таким составом, которым покрывают самолеты. Ну, такой краской специфической. Причем, не беспокойтесь, художник Космоловский, кажется, руками к этому предмету не притрагивался. Нет, к этому нет, конкретно. Руками к этому предмету не притрагивался. Разработал технологическую схему передачи одного мастера к другому. То есть, один делал из дерева, второй напылял космическую пыль. То есть, опять-таки, здесь игра в индивидуальность, потому что большой художественный рынок требует индивидуальной руки. над чем смеялся Энди Уорхол, который, собственно, тоже не прикасался к своим крайне дорогостоящим произведениям, оставляя только подпись. Вот. А здесь еще и такой, скажем, гламурный предмет, когда говорят, а можно ли это повесить в кухне или в ванной? Вот это можно, если такая хорошая, дорогая ванна, то можно и это повесить. Ну, я специально делал работы в таком, у меня была, собственно, такая формула, что современное объектное искусство, это искусство, которое, как вот насекомые, застывшие в янтаре. Да, вот в янтаре застывают насекомые, и, соответственно, вот современное искусство, объектное современное искусство, оно обладает таким, как бы, элементом замороженности, таким вот холодности. Поэтому, вот, собственно, все объекты, особенно ранние, я отчуждал именно вот этой вот технологической краской авиационной, для того, чтобы создавать впечатление вот такой вот как бы янтарной замороженности объекта. Ну, и такого, как бы, отсутствия, отсутствия личности, которая порождается типа вот рукой, жестом. Да, безусловно. То есть, вот, отсутствие такого Ван Гога, то есть, прогнал Ван Гога из произведения искусства. вот, вот, а вот эта следующая серия танки, сделанная, собственно, здесь, сделана, не очень хорошая фотка получилась, не очень хорошо видно, извините, но это, собственно говоря, как, расскажи вот. Ну, на самом, значит, в мире существует 10 стран, которые производят свои собственные танки. Я не буду их все-все перечислять, соответственно, я взял в качестве основы для вот этого объекта башню танка, башню. Почему, собственно говоря, была выбрана башня танка? Потому что это вообще военная техника, она принципиально... потребительских ожиданий. Например, автомобиль, обычный автомобиль, естественно, его форма очень сильно зависит от потребительских ожиданий. А, например, форма самолета зависит очень сильно от физического способности летать самолета. Поэтому самолет нельзя сделать какой хочешь. Ты его можешь сделать в определенных рамках. Так вот, танк, А именно башня танка. Башня танка ждет в лоб кумулятивный снаряд. Да, но это незначительная характеристика и дает возможность... Нет, башня танка для этого построена, чтобы ждать в лоб. Но она должна отражать снаряды. Но вот это само по себе условие, что башня танк должна отражать снаряды, она дает очень большую волю для создания разных форм. То есть она не настолько жесткая, чтобы диктовать какую-то одну форму всем. И поэтому именно в этой области дизайнер, который придумывает эту башню, наиболее свободен. А он не дизайнер. Он инженер баллистик, который придумывает оптимальную форму. Там нет... Это инженер баллистик и инженер, который льет. Они вдвоем придумывают оптимальную форму, чтобы снаряд пролетел мимо. Да, и поэтому мне было интересно посмотреть, насколько разные страны, какими они руководствуются на бессознательном уровне, какими они руководствуются, ну что ли, какой эстетикой они руководствуются. И было интересно потом, когда поставишь эти 10 башен, посмотреть, что действительно существует определенная национальная специфика в каждом из этих объектов. Ну почему-то ты их сделал золотыми. Нет, они не золотые, они просто из бронзы. Ну ты таким вот, под золото. Нет, ну это никакой не под золото, это просто бронза, на самом деле. А почему? Ну потому что... Потому что и называется это изделие. Дело в том, что... Ну давайте я вам расскажу. Мой папа строил ракету. Очень серьезный и очень секретный человек в городе Калининграде, нонче Королеве. И вот они... То есть мы все жили вместе, и они обсуждали только изделие. Да, потому что... То есть вот слово ракеты и прочее они не говорили. Так вот у нас изделие ушло. То есть вот папа приходит, и они открывают коньяк, шампанское и поют песни. У них изделие ушло. То есть до этого... Вот изделие это вот это вот. Да, изделие называлось как бы любая экспериментальная... Нет, не экспериментальная, просто военная штука, называется изделие. Но на самом деле изделие это же как бы вообще отсылает к искусству, да, как бы к художественному производству. И поэтому, собственно, мои эти объекты назывались тоже изделие. Потому что это обратный перевод из военного в человеческий, в художественный формат. Вот, ну почему я сделал их из бронзы? Потому что из бронзы, во-первых, бронза отсылает непосредственно к скульптуре, да, потому что, собственно, сейчас часто скульптура делается из бронзы. А во-вторых, конечно же, из бронзы никогда не делаются башни танков. Потому что это просто очень мягкий материал, и его, так сказать, элементарно пробить. Вот, то есть таким образом это, собственно, все переводилось в область скульптуры. Башня танка переводится в область скульптуры. Да, значит, и дальше произошел еще один серьезный поворот. Нет, это все уже в единой линии. Вот это уже не серьезный поворот. Да. Вот Осмоловский начал изготовлять вот такие псевдосакральные предметы. Да, меня заинтересовала проблема сакральности. Но не с точки зрения, как бы, не с точки зрения солидарности с ней, да, или, как бы, впадения в какую-то сакральность, а с точки зрения исследования этого, собственно говоря, феномена. Потому что в это время, собственно, действительно начала здесь возрождаться российская православная церковь, ее влияние стало увеличиваться. И, в общем, как раз начались разговоры о том, что все иконы из Третьяковской галереи надо якобы передать обратно в церковь. То есть это все на полном серьезе. Слава Богу, об этом уже как не говорят. Но в то время вот были такие разговоры. Вот. Я вот, собственно, сделал такую серию под названием «Хлеба». В качестве основы взял, собственно, обычный кусок хлеба. Вот. Ну и дальше уже там с ним всякие делал. Нет. Давай дальше признательные показания. То есть ты отнес это куда? Ну, во-первых, я... Это не ты лобзиком выпиливал? Нет. Я полтора года не знал, как это сделать на самом деле. То есть пытался и лобзиком, но... Да, пытался, но ничего не получилось. Фигово получилось. Да. Полтора года я потратил на то, чтобы понять, как это сделать. И в конце концов выяснилось, что сейчас вот в тот момент они, собственно, стали изобретаться. 3D-сканеры, которые, собственно говоря, сканируют реальный предмет. Сейчас это уже довольно распространенная вещь. Но в то время, в 2007-2006 году, это были вот, по крайней мере, в России одни из первых. Нет, ну, в самом деле, это еще были так называемые станки с ЧПУ. Нет, это потом. Подожди. Сначала сканер. Сканер сканирует хлеб. А уже потом это все переводится в компьютер. В компьютере ты с ним работаешь, как бы определенным образом его, как бы, трансформируешь. А потом уже вся эта информация переводится в станок с числовным программным управлением. И он все сам вырезает, да. То есть, опять-таки, художник здесь чуть-чуть поучаствовал на этапе... Нет, чуть-чуть неправильный. Нет, это неправильно. Это очень сложная, очень тяжелая работа. Но она сложная и тяжелая в первый период. То есть, когда ты настраиваешь какую-то... Вообще, в искусстве всегда, как только ты настраиваешь какую-то определенную линию, вот первые, там, так сказать, первые работы, которые ты делаешь, они даются очень тяжело. Я говорю, я потратил полтора года на то, чтобы понять, вы знаете, сколько я испортил дерево, прежде чем у меня что-то получилось. У меня до сих пор в мастерской валяются эти куски дерева, когда я даже сам пытался это все дело вырезать. Как бы этим купил себе даже этот, как называется, бормашину. Вот как она называется. Бормашина, которая делает такие маленькие дырочки. Да, есть такая, да. Вот. Ну вот, и в итоге, так сказать, оказалось, что человеческий мозг, он не способен сделать такое разнообразие разных, как бы, так сказать... Хотя говорят, китайцы могут это. В смысле, китайцы могут это от руки вырезать. Вот. Но в Европе это принято, да, на станке с числовым программным управлением делать. Нет, я говорю о том, что, опять-таки, несмотря на то, что вот искусство духовное, то есть, как называется, духовка и сакралка, если употреблять термины нон-косформистов 60-х годов, оно должно, как бы, происходить от пуза. То есть, вот, как бы, рукой художника... Да, нет, здесь никакой духовки и сакралки нет. Это чистый, как бы... Поскольку все труды были потрачены исключительно на поиски технологического действия. Да, здесь сакралка, скорее, как прием. Да, да. Но у меня есть работа, которую я сам делал своими руками, покажи их. Вот, например. Да. Вот эту работу я делал, фактически, сам своими руками. Ну, так сказать, вместе с одним своим знакомым скульптором, ну, прям вот реально лепил. И головы еще. Вот головы я делал сам. Есть у тебя головы здесь? Нет? Ой. Нету головы. А вот эти? А, вот, да. Ну, вот Бакунин, например, у меня самый лучший всего получился. Бакунина здесь нету, да? Это вот Чагевара и кусок Хошемина. Ой, а извини, они у меня так сложились. Это дизайн такой. Это у меня дизайн такой, извините. Это я, в конце концов, перешел на последнюю, как бы, не то, что последнюю, а, так сказать, одна из линий, наконец-то, что художник должен что-то сделать своими руками. И вот. И я сделал такую работу под названием «Это вы сделали?» Нет, это вы сделали. Ну, как бы вопрос, как бы художнику. Это вы сделали? Нет. Нет, это вы сделали. Это вы их, собственно говоря, разместили вот на таких железных... Нет, ну, история такая, что когда... Пикассо, да. Когда немецкий офицер пришел в мастерскую Пикассо и посмотрел на Гернику и спросил, «Это вы сделали?» Пикассо ответил, «Нет, это вы сделали». Да, я взял вот этот известный апокриф, связанный с Пикассо. Вы не знаете, что, может, кто-то здесь не знает, что это деревня испанская, которая разбомбила немецкая авиация. И, собственно, как бы это был первый страшный пример бессмысленного геноцида, который потом уже вошел в обычай. Но в 36-м году, начале 37-го, это было просто как потрясло всех. До этого никто деревень не бомбил. И, соответственно, Пикассо ответил, что это сделали вы. Да, ну, вот, собственно, это высказывание Пикассо взято в качестве названия к этой работе. Но что касается этих голов, это все головы революционеров. Начиная от первого периода, значит, где я выбирал так, я брал как бы основатель, продолжатель, оппонент. Значит, у меня был Маркс, Энгельс, Бакунин. Бакунин был оппонентом Маркса, как известно. Потом Ленин, Троцкий, Сталин. Здесь, соответственно, вы как бы сами можете выбирать, кто продолжатель, кто как бы оппонент. Вот. И, наконец, третий, Мао Цзэдун, Хошимин, Че Гевара. То есть, один, значит, Мао Цзэдун, как бы основатель этой второй волны 60-х годов революция, значит, Хошимин и Че Гевара. Че Гевара, как бы, как известно, погиб в лесах, он такой романтический революционер. Ну вот. Вот. А это уже следующий проект. Да, следующий проект был как раз на московской Бейеннале. Бейеннале была такой маленькой и умеренной. Но здесь Асмоловский вернулся также... К Маяковскому. К мертвому Маяковскому. Нет, во-первых, к Маяковскому, а во-вторых, к коллективному проекту. Да, да. Дело в том, что его еще социальный проект в настоящий момент, он как ректор, ты ректор или кто? Ректор, да. Ректор института база. Ну, в общем, ректор, конечно, это много сказано. Кажется, это вполне умеренное по размерам учебное заведение. То есть не подумайте, что это как вот там МГУ там или Гребенка. Вот. Ну, такое вот. Тем не менее, это весьма успешно функционирующее учреждение. Это как бы еще часть уже социального проекта просветительского. Но, в конце концов, в данном случае Осмоловский вышел не с индивидуальным проектом, а вот со своими студентами лепил огромную... Вот здесь все видно, да? Огромную скульптуру, воспроизводящую фотографию полицейскую, ну, как милицейскую фотографию застрелившегося Маяковского. То есть это как бы в существенной степени закольцовывает какой-то период, где вот как бы вот тот молодой революционер залазил на плечо и страшно боялся сверзиться. И вот на новом этапе он как бы уже аж смотрит, как это, на мертвого революционера, который, собственно говоря, вот насколько я понял, там технологически было придумано так состояние, что он все время разлагался. Ну да, ну, в принципе, глина, она со временем начинает высыхать, и он начинает разлагаться весь и сыпаться, вот как вы видите, вот здесь большие, плохие трещины. Вот, это все как бы, ну, через там день, полтора, ну, и все зависит, конечно, от погоды, насколько она сухая или мокрая. Нет, хотя бы технологически можно придумать так, чтобы все осталось на месте, если там всеточки всякие положить там. В общем, короче, идея заключалась в том, чтобы он весь рассохся и рассыпался. И это называется смерть модернизму в России. Да. Вот, ну и вот последнее. Вот, а это последнее как бы вот... У Осмоловского все время происходят ревайвелы куда-то как бы на промежуточные этапы. Вот это проект Органдирской канцелярии, также совершенно нонспектакулярный. Да, это вот 100 линейок я сделал, по названию новый стандарт, которые все разного размера. В реальности написано 20 сантиметров, а на самом деле они все разного размера. Вот, и, ну и там, помимо этого, там еще были бумаги, бумажки, на которых водяными знаками сделаны следы от гусениц танков. Вот как раз в это время было ли такие обсуждения относительно донбасской истории, как там танки проехали и так далее. Вот, и в этом смысле, конечно, это было, ну, связано даже с актуальным моментом непосредственно. Хотя, на самом деле, сама по себе идея придумана была давно, зачитана до этих событий. Нет, ну вот этот вот сюжет, абсолютное возвращение на уровень нонспектакулярного искусства, потому что человек, который не прочтет. А в пресс-релизе это было сказано где-то там в конце. Сначала много рассуждений, очень много очень умных рассуждений, и только в конце короткая фраза объясняла, что они немножко разные. И, в общем, увидеть... Нет, подождите, когда их сто стоит как бы на стене, то там видно, что они все разные, да? Когда их сто на стене стоит... Ну, в маленькой галерейке это... Да нет, видно это все сразу. Видно, видно. Другое дело, что если вы возьмете одну линейку, то это не очень видно, как бы, потому что там расстояние, ну, как бы, вот эти изменения, они очень незначительные. Иногда бывает полмиллиметра. Вот. Но, в принципе, это была работа о... Собственно говоря, вот в это время началась борьба интерпретаций. Что происходит на Донбассе, кто сбил самолет, и так далее, и так далее. Вот эта вот идея линеек, да, что есть разные линейки, что есть разные системы ценностей, которые, собственно говоря, все это дело меряют, да? По одной линейке это сбил эти, как называются эти, ополченцы, донбасские сепаратисты. По другой линейке это сбили украинские, значит, там, вооруженные силы, ну, и так далее. Как бы, в принципе, вся выставка была посвящена вот этой неясности, которая существовала в тот момент в общественно-политическом, ну, и до сих пор, в общем, существует в общественно-политическом пространстве. Анатолий Феликсович, такое большое число гениальных и очень разноплановых работ. Из них какую вы бы сказали, что я доволен своей работой наибольшим образом, и есть ли работа, которую по прошествии лет вы сегодня бы переосмыслили, будь то замысел или воплощение? Ну, я бы так сказал, что на самом деле, когда начинаешь заниматься искусством и там первые, может быть, пять или семь лет, действительно очень сложно добиться идеального результата. То есть очень сложно добиться того, чтобы работа была сделана вот именно так, как ты ее задумал. Но чем больше у тебя возможностей, тем проще тебе, конечно, добиться, скажем так, если не стопроцентного результата, но по крайней мере, девяносто девятипроцентного результата. Где-то, наверное, с 2004 года я обычно добиваюсь вот этого высокого уровня воплощения. До 2004 года были как бы работы, которые я бы переделал или сделал бы чуть лучше. Но это происходит именно потому, что у тебя недостаточно возможностей и достаточно ресурсов. И иногда не хватает просто твоей, как бы, что называется, физической активности, чтобы сделать лучше. То есть для этого нужны какие-то там дополнительные ресурсы. Вот сейчас они у меня есть, и я обычно добиваюсь стопроцентного результата. Спасибо большое за интересные лекции, за ваше творчество. Интересно, ваше любимое произведение искусства, ну, в смысле, не ваше, современное, какого-то вашего, не знаю, может быть, коллеги или... То есть то, что вы отмечаете и говорите, да, это круто. Вот это вот человек, как бы, на одной с вами волне, там одного видения, не знаю. Спасибо. Ну, просто комплимент. Да? Или какой-то вопрос. Вопрос назовите ваше любимое произведение искусства. Мое личное. Не собственное, не собственное. А, не мое. Ну, хорошо, я могу сказать, что инсталляция Ханс Хаке в павильоне, немецком павильоне 1993 года посвященная, называется она, по-моему, Германия. Это одно из самых выдающихся произведений изобразительных искусств, которые я видел когда-либо в жизни. Фантастическое зрелище было. Ну, как бы, если кто, значит, видел, это просто... Надо еще понимать, ну, вот если вы загуглите и посмотрите, значит, там просто был вскрыт пол в, значит, ну, там не только, но один из ингредиентов этой инсталляции был вскрыт пол в павильоне Германия, который состоял из вот больших гранитных прямоугольников. И вот эти прямоугольники лежат друг на друге, и люди по ним ходят, и они стучат друг по другу, и стоит жуткий гул в зале. Вот это нельзя увидеть по фотографиям, да, вот этот звук, как люди ходят по этим, по вскрытому полу. Конечно, если ты присутствуешь, присутствовал на этом событии, то это, конечно, фантастическое впечатление. И иногда такие бывают выставки современного искусства, которые просто тебя могут реально перевернуть просто. В частности, вот эта инсталляция Ханса Хаки, я считаю, просто всемирное историческое событие. Спасибо. Спасибо большое за интересную беседу. Считаете ли вы, вот у меня такой вопрос, может, он немножко дилетантский, не знаю. Считаете ли вы перформанс Пуссерайт в Храме Христа спасителям искусства? Почему вы, и вот почему такой большой резонанс это вызвало в мировых СМИ? Спасибо большое. Ну, я считаю, что, в принципе, был проект неплохой Пуссерайт. То есть там дело даже не конкретно, вот в этом несостоявшемся, собственно говоря, перформансе, потому что, как известно, им, по сути, ничего не удалось. Все, что мы видим на телеэкране, это предварительная съемка в другом совсем храме, в храме на Елуховской церкви. Вот. В этом смысле это все сконструированное событие, на самом деле. Его, на самом деле, не было. Никакого перформанса в Храме Христа спасителя не было. Они не успели даже, по-моему, через Илью перескочить, как их тут же скрутили. Вот. А по телевизору стали показывать, или там в интернете это стало распространяться, то, что они сделали в Елуховском соборе. Я считаю, что сам по себе проект «Пусь и рай» довольно интересный. Вот как я это называю? Бунт цвета. То есть, самое интересное, это как раз вот эти вот балаклавы цветные, одежды их цветные, которые, собственно говоря, и в такие яркие пятна. Вот. Но если говорить о дальнейшем, то ведь ничего не последовало дальше. То есть, как бы, если говорить о том, чем сейчас занимается та же самая Толоконникова и так далее, то все это, в общем, связано, скорее, с правозащитной деятельностью. Но сам по себе повторяю проект «Пусь и рай», мне понравился. Я видел еще видеофильмы, которые они о себе сняли. Ну, вернее, не сами они о себе, а некие режиссеры, которые были внутри этой группы, и которые сняли, ну, то, что называется, их бытовую, так сказать, жизнь, практику. Вот это, конечно, фантастические совершенно фильмы, на мой взгляд, не уступающие там какие-нибудь фильмы в духе там «The Great Rock'n'Roll Swingle», там, про посуденные «Sex Pistols» и так далее. Очень, на мой взгляд, вдохновляющие, прекрасные видеофильмы. Мы говорим спасибо большое Андрею Ковалеву и спасибо большое Анатолию Смолорскому. Продолжение следует... Продолжение следует...